Здравствуйте! В эфире Хабар, 24 хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шинусова. Сегодня в выпуске. Трагедия на трассе. Что стало причиной смертельного ДТП в Алматинской области, выясняет полиция. В спецоперации «Кара-Сура» наркоборцы страны изъяли из незаконного оборота более тонны наркотиков. За помощью к посреднику. До двух лет тюрьмы грозит жителю Туркестана за мошенничество. Безопасные каникулы. Правила безопасности на воде разъясняют детворе спасатели ВКО. Полиция Алматинской области выясняет обстоятельства трагического ДТП, в котором на смерть разбились две женщины. Еще один человек получил увечие и находится в больнице. Авария произошла на трассе Аксай-Чунджа-Калжат. 32-летняя девушка за рулем «Лексус», следуя по автодороге Аксай-Чунджа-Калжат, не справилась с управлением и допустила опрокидывание машины. В результате ДТП водитель и ее пассажирка скончались на месте. Наркоборцы страны изъяли из незаконного оборота более тонны наркотиков. И это только за первый месяц ОПМ «Карасура», направленного на противодействие культивированию, заготовке и вывозу коноплей из южных регионов страны. А также пресечение деятельности ОПГ, специализирующихся на распространении наркотиков. Всего с 1 июня спецоперации выявлено 221 преступление. Так, к примеру, в Жамбутской области задержан местный житель, который заготовил 232 килограмма марихуаны. В Туркестанской области ликвидированы две наркоплантации опийного мака. Общий вес наркосодержащих растений составил около 230 килограмм. Крупные партии дури изъяты у жителей Конаева, Жамбутской области, Экибастуза и других. Досудебное расследование начала полиция Туркестана по делу об очередном мошенничестве. На этот раз жертвой афериста стала местная жительница, у которой тот выманил около 3 миллионов тенге. По словам потерпевшей, некий знакомый обещал ей помочь в приобретении 10 соток земли. Доверчивая женщина передала ему крупную сумму денег, вот только больше посредника не видела. Подозреваемый задержан. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Данный факт зарегистрирован под часть 1 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. В настоящее время в отношении него проводятся досудебные расследования и выясняются все обстоятельства произошедшего. Не попадайтесь на уловки мошенников. Относитесь более бережно к своим денежным накоплениям. Правила безопасности на воде разъясняют детворе-спасатели ВКО. Сотрудники службы ЧАЭС посещают лагеря отдыха и проводят в них профилактическую работу с детьми, так как количество происшествий ежегодно растет. Спасатели провели для детей теоретические инструктажи, обучили правилам оказания первой помощи. Для предотвращения несчастных случаев они регулярно патрулируют запрещенные места для купания, выявляют с полицией нарушителей безопасности, а также проводят беседы с населением. Безопасность на воде. Что нужно знать родителям? Учите детей плавать. Объясните ребенку, как вести себя в воде. Отдыхайте на оборудованных пляжах. Обращайте внимание на запрещающие и предупреждающие знаки. Если ребенок не умеет плавать, не разрешайте ему заходить глубже, чем по пояс. Не разрешайте нырять ребенку, который не умеет плавать. Не отпускайте ребенка плавать на надувном матрасе в одиночку. Донесите до ребенка правила поведения в экстремальной ситуации. Работать на опережение всегда лучше, чем иметь дело с печальными последствиями. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес кезикщебулем – собачка.gmail.com На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Продолжение следует...